Молодые специалисты «Ноябрь» с «Нефтегаза» встречают ветерана предприятия. Пётр Албитов давно не был на родном Ямале. Здесь прошла добрая часть его жизни. 21 год здесь прожил, ну как к себе домой. Пётр Николаевич – почётный нефтяник, по образованию инженер-строитель. На север приехал в далёком 1977-м. Устроился мастером пароводоснабжения на Холмогорском месторождении, с которого и началось освоение ямальской нефти. Вахта у нас менялась, у нас менялась, летали мы с рута. Сегодня о своём трудовом пути Пётр Николаевич рассказывает молодым нефтяникам. О том, как был устроен быт на промыслах, о том, как на карте страны появился Ноябрьск. Для очень многих людей Ноябрьск стал городом мечты. Потому что и жильё получили, и работа, и семьи создавали. А Пётр Албитов в Ноябрьске состоялся как профессионал и руководитель. Десять лет работал в должности заместителя генерального директора Ноябрьснефтегаза. Попав снова в офис, конечно, не мог пройти мимо своего бывшего кабинета. У школы был кабинет, да, Вали? У нас сейчас здесь семь человек. Семь? Вы не ссоритесь? Нет. Ну, хорошо. На благо компании трудимся. На благо компании «Ямала» городообразующее предприятие продолжает расширять географию добычи чёрного золота. Развитие есть и в строительстве, и в объёмах добычи. Технологи развиваются, и службы новые создаются. Всё это радует. Те северные месторождения, о которых мы только слышали, что будут сегодня, они уже ручены на планку. Пётр Николаевич внес немалый вклад не только в развитие предприятия, но и всего города. Нефтяники всегда помогали создавать инфраструктуру для комфортной жизни людей. А Пётр Албитов на своём посту решал в том числе и бытовые вопросы. Под его руководством были введены многие социальные объекты. Ноябрьский сельхозкомплекс – один из них. Здесь сыры, да, с большим сроком созревания. Сегодня при сельхозкомплексе работает сыроварня. Есть цех, который выпускает больше 30 видов продукции. Всё из собственного молока. На ферме содержится 200 дойных коров. Пётр Николаевич, как сейчас, помнит, с чего всё начиналось. Теплицы были, где выращивали овоцы помидоры. Небольшое количество. И немножко цветов. И поросята. Больше ничего не было. Сравнись, что сейчас построено, это целый комплекс. Я рад, что всё развивается и в таком нормальном виде. Уже гуляя по улицам города, герой Ямала отмечает, появилось много новых объектов. Стадион «Ноябрыск», Ледово дворец «Авангар», спорткомплекс «Зенит» в современной центре протяжения горожан. Слава Богу, что такие объекты строятся, и что они и дальше строились. Они и украшают жизнь, и как архитектурное здание, и как функциональное здание. Ранее знакомые места преобразились. Улицу Ленина, удивляется почётный нефтяник, теперь не узнать. Дороги стали широкими, появилась удобная кольцевая развязка в администрации города, а световой тоннель, похожий на этот, Пётр Николаевич видел только в Москве. Как идёшь на Красную площадь, вот такие аллеи светящиеся. Одно из любимых мест Ноябрыски, храма Архангела Михаила, Пётр Албитов, участвовал в забивке первой свая будущей церкви. И когда уехал, признаётся, Ноябрыск так и остался для него. Городом с особым статусом. Хороший город. Город нашей мечты. Юлия Морева, Ярослав Кудринок, Роман Лузанов, Риме Ямала, Ноябрыск.